Всех приветствую на веб-семинаре по практическим приемам этичного хайпинга. Меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре компьютерного обучения «Специалист», где мы собрались. При этом мы собрались три раза. Кто-то пришел к нам в гости, мы располагаемся в Центре специалистов в комплексе радио, кто-то удаленно подключается, кто-то будет смотреть семинар в записи. Я всех приветствую. Мы не первый раз собираемся, время от времени проводим такие семинары в дополнение к курсам, которые мы проводим. И зачем семинары, если есть? Затем, что семинары, они бесплатные, специалист хочет прославиться, рассказать о курсах. А мне зачем они нужны? Когда я провожу курсы по информационной безопасности, я хочу ожидать, что у студентов есть уже какая-то подготовка. И когда чувствую, что хорошо бы на курсе про что-то рассказать, я на курсе не рассказываю, но ссылаюсь на запись такого семинара. Если на сайте специалистов были, если меня здесь видели, то видите, тут видеозаписи семинаров. Вот один из таких семинаров у нас вот сейчас. Вот так видите, сколько много семинаров у нас уже прошло. Я расскажу, как мы проводим курсы, зачем они нужны. И расскажу о практических приемах этичного хакинга на примере взлома какой-нибудь реальной момента. Это всем интересно. Даже если вы не хакер и не очень у вас там хорошая подготовка в плане взломов, вам не нужно за мной на семинаре повторять. Если был бы курс, я бы говорил, смотрите, как я взламываю машину, а теперь вы повторите. На семинаре вы основные моменты увидите и будете иметь представление. Но если вы сами уже закончили курс по хакингу, то вам совсем будет интересно. В общем, в специалисте, на мой взгляд, самый лучший курс всех Certified Ethical Hacker. На мой взгляд, это самое лучшее, что есть в специалисте. Вот зайдем, поищем. Этичный хакинг, тестирование на проникновение. Две с половиной тысячи человек прошло. Нужно посмотреть, как впечатления и отзывы. Все нравятся, сертифицируются. Но есть и другие курсы. Подготовительные и... Начинается изучение информационной безопасности с того, что мы изучим основы. Затем изучим, как администрировать Windows, Linux, сети. Потом курс защиты от хакинских атак. Давайте научимся защищать информационные системы. Потом наш ударный курс по хакингу. А потом курс по анализу безопасности. Тестированию на проникновение. Расследованию инцидентов. Управление. И обычно семинары мы проводим где-нибудь здесь. Логика какая? Смотрите, как вы будете учиться, если запишетесь на курс специалиста. А последнее время мы проводим семинары вот здесь. На высоком уровне. Чтобы показать, какого уровня подготовка у нас будет после того, как мы курс другой отучимся. Сейчас это особенно актуально, потому что вот прямо сейчас специалисты снова собираются играть в киберолимпийские игры. Да, да. Наши выпускники, участники киберолимпиады. Если зайти на сайт специалисты CyberLindex написать, первая же ссылка, заявка на участие в глобальных киберолимпийских играх. Да, мы собираемся участвовать, почему бы нет, вот еще сегодня не поздно подать заявку, если вы выпускник курса, добро пожаловать в команду. А если историю посмотреть, вот болеем за наших, команда выпускников выиграла первый тур, выиграла второй тур на Вашингтон, в финал вышли, поедем играть в финале глобальных киберолимпийских игр. Ну и поскольку наши курсы так вот специалистов международного масштаба готовят, мы такие семинары повышенной сложности и проводим, что вот такой уровень. И где хорошо потренироваться после того, как научились? Мне нравится платформа Hack the Box. Почему? Потому что много платформ, где можно потренироваться, но Hack the Box динамичная платформа, 20 машин, каждую неделю новая выходит, одна уходит в архив. И нет готовых решений, то есть там штат специально следит, чтобы никто не болтал, как машины проходить. И азарт, интересно, вот прямо сейчас зайдем, посмотрим, вот он Hack the Box, наверное, кто-то уже зарегистрировался, вот они машинки, прямо сейчас они вот тут вот у нас, давайте, если хотите, их взломайте. Вот выходит одна машинка, вторая, вот, допустим, вот эту возьмем, 50 человек взломало. Вот эту 27, ну ее видите, как ругают, говорят, плохая машина, но нам не понравилось. А эту хвалят, мы взломали и нам понравилось. Там зарегистрировано порядка 20 тысяч человек. Почему так думаю? Потому что однажды было такое простое задание и с ним справилось 17 тысяч человек. То есть я думаю, что 17 тысяч человек это не поленились, решили задачу, флаг отправили. Ну вот видите, да, вот 100 человек, даже 160 ее взломало. А вы не взломали. И такой вот азарт, как же так, они взломали, я не могу, и вот час-два я в нее играю. Ну сейчас уже взломал, да, уже все, жду следующую, когда следующее выйдет. Вот на этой платформе я играю, студентам рассказываю. И здесь видите, как легко, OpenVPN прям тут же с сайта скачиваете и подключаетесь. У нас на курсе мы используем Kali Linux. Вот он у меня запущен. А здесь OpenVPN и файл, который я вот скачал. Всех OpenVPN. Подключился. Подключение есть. Вот теперь у меня подключение. есть у меня выход к этим машинам. Вот та машинка, которую я показывал. Да, Ре она называется. Ре блог, Эштб. Давайте ее взломаем. Ну-ка, давайте вот прямо сейчас, раз уж речь зашла, взломаем. Какой там у нее IP-адрес? У нее IP-адрес 10-10-10-144. Вот такой 10-10-10-144. Она говорит, должен быть прокси. Мы прокси запустили. Настроим его. Это вот то, с чем мы работаем на курсе по безопасности в приложении. Такой уже есть прокси. Мы его используем. И я могу на то, через этот прокси ходить. И вот он говорит, вот, пожалуйста. А еще у нас установлена программа с курса по этичному хакингу. Показывает, на чем сайт написан. Ну, как? Джекел. Генератор статических страничек. Ничего там нету. Просто HTML-код. Как его взломать? Ну, пройдет 20 недель. Также соберемся. Я вам, может быть, расскажу, как вот эту машинку я взломал. Потому что сейчас нельзя. Сейчас политика конфиденциальности. Не порть нам игру. Не рассказывай. Ну, вот машины, когда в архив выходят, пожалуйста, можно рассказывать. И поэтому я вам сейчас хочу рассказать, как я проходил машину CTF. CTF от слова Compressed Token Flag. Не от слова Capture the Flag. А двухфакторная идентификация. Компресс-токен-формат. Формат сжатых токенов. Такая машинка, она была активная. Сколько человек взломало. Всего 200 справилось. Все сказали сложное. И когда я ее проходил, я записал видюшку. Ну, с видюшкой, видите как. Я вот могу его видео запустить. И на YouTube также вы эту запись можете посмотреть. Я говорю, вот она CTF еще живая. Я пошел ее взламывать. И давайте, смотрите, как я это делаю. Но все-таки на семинаре лучше я расскажу самые основные моменты. На что обратить внимание. И какая связь прохождения этого компьютера с нашими курсами. Которые мы изучаем. И что вообще в плане подготовки. Если вы хотите такие задачи решать. Поэтому пусть видео где-то в фоне крутится. Ее можно будет перемотать. И вот на такие вот самые основные моменты внимания обращать. То есть с чего мы начинаем. Начинаем с того, что когда есть какой-то компьютер, мы его сканируем. Мы не первый раз собираемся. Уже первая часть, вторая, третья. Вам уже знакомо, что есть Nmap. Он нам показал, что там есть SSH и есть 80-й порт. На 80-й порт заходим. Пытаемся получить доступ к веб-сайту. И там знаете, что нас встретило? Нас встретил вот такой вот веб-сервер. И говорит, давай OTP. Одноразовый пароль в воде. Что такое OTP? Вы должны понимать, что есть аутентификация по паролю. А есть аутентификация по одноразовому паролю. Мы этого пароля не знаем. У нас нет токена. Единственное, что мы можем посмотреть, а что мы Элькод. Если в видео смотреть, я говорю, во что мы Элькод залезем и читаем, читаем. А тут написано, что в будущем они планируют схему расширить. Один из атрибутов, Active Directory, используется для хранения токена. Понимаете, о чем речь? Здесь надо понимать, что мы можем проводить исследование, запустив прокси-сервер, как вот это сделал я. И теперь все запросы, вот к реп-блогу, да, вот они пошли, они идут вот так. Ответ, запросы, ответы вижу. Кстати, в дополнение к этому я еще ставлю фокси-прокси и его настраиваю. Ну, речь идет о безопасности веб-приложении. Давайте я детальнее об этом расскажу. Смотрите, сколько у меня раскрыто вкладок. Я вот на Вашингтон смотрю, как мы ездили. И вот про себя что-то прочитаю, и на портал схожу, и про курс по хакингу прочитаю. И это все я не хочу, чтобы ходило через прокси. Я хочу, чтобы через прокси ходили только к запросу к какому-то компьютеру, я хочу исследоваться. И как? Два разных браузера? Нет. В фокси-прокси ставится такое расширение для Мазилы. А здесь у меня написано, если ты пойдешь по этим паттернам на 10-10-10, или там будет htb в конце, значит, надо идти через прокси. А кто твой прокси? Настройка прокси, вот этот вот я сам, или какой-то там другой компьютер. Очень удобно, я вам тоже рекомендую эту фокси-прокси использовать. И видим запросы, ответы, может пригодиться. А еще надо понимать концепции веб-сайтов. Концепции веб-сайтов вы когда научились понимать? Вы научились понимать не тогда, когда вот был курс по этичному хакингу, и мы учились взламывать веб-сайты, хакинг-веб-серверов. Нет, не тогда. И даже не на курсе по защите от хакерских атак. И даже не на курсе по кому-то администрированию. Есть самый-самый начальный курс по межсетевому взаимодействию. Когда мы учились, что такое IP, что такое TCP, маршрутизация. Вот тогда мы познакомились с концепциями веб-сайтов. И, конечно, мы знаем, что вот он веб-сервер. Вот здесь вот мы его на прокси-сервере контролируем. Веб-приложение работает и может взаимодействовать с системой управления базой данных. А у нас, где мы учимся, веб-сервер учебный уже установлен. Можете увидеть на компьютере. У нас вот он веб-сервер. А еще есть SQL. И мы вот это учимся взаимодействию такому. Но веб-сайт может взаимодействовать и не только с системой управления базой данных. Вот connection string, да, вот можно посмотреть. Может быть взаимодействие с Active Directory. С LDAP, как угодно. А что же такое аутентификация? Вот аутентификация на сайте может быть, когда сайт взаимодействует с Active Directory. Плюс еще применена система одноразовых паролей. И вот в комментарии мы увидели, что там где-то компресс токен формат сжали в один атрибут. И он разворачивается в одноразовый пароль. Для одного сеанса аутентификации пароль действительно. А откуда он возьмется? Во-первых, время тикает у нас и на сервере, а во-вторых, у нас на токене строка в сжатом формате. И там на сервере строка в сжатом формате. И разворачивается и полная иллюзия, что у нас каждую минуту случайным образом генерируется одноразовый пароль. Если нарушитель сидит по себе, один пароль перехватил, все. Он уже второй раз не может, потому что в следующую минуту уже будет другой пароль. Ну, мы можем пойти в Google и такие программы себе поставить. В Linux S-Token, в Windows S-Winutp, их полно всяких. А что такое LDAP? Облегченный протокол доступа к каталогам. Вот прямо сейчас читается курс по хакингу, и на прошлой неделе читался. Вот у нас служба активного каталога, где этот LDAP используется. Формат X500, мы его изучаем. Ну, как изучаем? Есть курсы по Active Directory, где они реально изучаются. На курсе по хакингу мы учимся ее ломать. Вот видите, стоит домен, все взломано. Я студентам говорю, смотрите, как можно взломать это Active Directory. Студенты думают, мы тоже так хотим. Мы учимся, как и взлом. А потом курс по расследованию инцидентов. Давай расследуем. Вот, инцидент расследуем. Но к чему? К тому, что вот оно Active Directory. Вот у нас пользователи компьютеры. Здесь какие-то пользователи. И здесь какие-то компьютеры. Вот студенты наводили свои компьютеры в домен для того, чтобы его изучать, для того, чтобы безопасность проверять. Хотя по Active Directory отдельные курсы есть. Если мои сертификаты будете смотреть, там один из сертификатов, что я специалист, профессионал по серверной инфраструктуре и по службе Active Directory. Вот, видите, экзамен сдавал, учил сам, студентов учил, что вот конфигурирование Active Directory, такая сертификация есть, и я ее обладаю. И есть курсы такие. А теперь, хорошо, есть X500, есть LDAC. Так, о чем речь идет в комментарии, что эти атрибуты используются для хранения этого вот компресс-токен в своем формате. Может быть, вы и так знаете, но вдруг кто-то не знает. Берем самого любого пользователя. Ты кто такой? Администратор. А что значит администратор? Ну, имя, фамилия, описание. А на самом деле, если посмотреть расширенно, Advanced Feature есть в оснастке, которая предоставляет доступ к пользователям каталога, то этот администратор состоит из множества атрибутов. Вот они кто? Вот они, атрибуты Active Directory. В один из этих атрибутов они спрятали компресс-токен формат. Ну, что это такое? Вот об этом идет речь. Понятно, да? Что вот мы... Компресс-токен формат один раз здесь, но из него с помощью специального программного обеспечения каждую минуту генерируется новый одноразовый пароль. Вот так. А чтобы получить доступ к этому одноразовому паролю, вы должны себе вот какую-нибудь WinOTP установить, ввести туда суперпароль, туда еще PIN поставить, и потом уже вы можете, как эти аутентификаторы выглядят, да, аппаратный, программный. Потом уже этот одноразовый пароль будете вводить. Плохо нашлось. Сам не знаю, что такое WinOTP, но все-таки вот нашлась, да, вот видите, go, WinOTP или что-то такое. Хорошо. Как же я... Что делать, да? Ну, вот видео смотрим. Ух ты, ты вам все посмотрел, ты исследуешь. Я нашел там LDAP-инъекцию. Где-то научился LDAP-инъекциям. Вот у нас есть курс по безопасности веб-приложениях. Кто-то из собравшихся этот курс у нас проходил. И там вот у нас стенды. Запускаю виртуальную машину. Тут вот у нее IP-адрес. Она мне кейни называется, потому что мы ее без конца ломаем. Можно к этому компьютеру попробовать подключиться. Зайду в систему. И вот наш стенды, что мы изучаем на курсе по безопасности веб-приложений. О, сколько уязвимостей мы проходим. А одна из них – LDAP-инъекция. Ну, конечно, когда мы имеем такую подготовку, мы знаем, что такое LDAP-инъекция, мы знаем, что такое AWASP Top 10, и мы легко найдем эту LDAP-инъекцию. Я эту LDAP-инъекцию нашел. Ну, если будет такое прохождение смотреть, я вам детально объясняю. Смотрите, смотрите, вот LDAP-инъекция. Смысл не в этом, а смысл в том, что в ответ мы будем видеть либо каннод логин, то есть все хорошо, но зайти не можешь, либо в ответ у нас будет все плохо, и зайти тоже не можешь. Называется слепая LDAP-инъекция. То есть LDAP-инъекцию мы нашли, но она слепая. Мы не можем получить информацию через эту LDAP-инъекцию, потому что в ответ приходит или, что за белиберду ты мне присылаешь, или понял твою белиберду, но залогиниться не можешь, пароль неправильный. Все. И единственный способ слепую LDAP-инъекцию эксплуатировать – автоматизировать запросы. Я пишу скрипт, который LDAP-запросы автоматизирует. Где-то научился писать скрипты. Ну, я на питоне написал. Зайдите на сайт специалиста, посмотрите, там есть курсы по питону. Первый, второй, третий. Ну, я сам научился книжек читал. Молодец. Кто-то скажет, ладно, не хочу питон, я напишу на баше. Да, пожалуйста, пишите. Кто-то скажет, я программист, я на гоу все пишу. Ну, пожалуйста, курсов по программированию много, специалистов по программированию много. Я сам по образованию программист. Ну, мне вот если надо что-то быстренько написать, я не вспоминаю, как я писал программы на оси, на паскале, а вот на питоне быстренько что-то написал. Написал скрипт, который автоматизировал LDAP-инъекцию, и что получил, и получил вот этот токен. Ах, вот он какой. Ну, а после этого, когда у меня токен получен, может быть, я объясняю, комментирую, как этот скрипт у меня получился. Я его запускаю, он работает, 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 хорошо. И дальше что? Дальше мы зашли в систему. Начинается вторая часть этой машины. Как открыть Shell из веб-приложения? Потому что, когда я аутентифицировался, мне приложение говорит, пиши какие-нибудь команды. Вот я какие-то команды пишу. Вот юзернейм ОТП, я ввожу имя пользователя и одноразовый пароль, который вычислил, а потом он мне говорит, ну, команду пиши. А какую команду я напишу? ПВД напишу, ЛС напишу. И кат, а слово конкатенация. Линукс-команда, которая позволяет любой файл посмотреть. Ну, вот man, кат. Почему кат? Почему concatenate? Потому что, оказывается, можно не один файл посмотреть, а два файла посмотреть, и их в один объединитель. Мы обычно им не пользуемся. Обычно, если есть какой-то файл, кат, мы его смотрим. Это основы Линукса. Возьмем какой-нибудь файл, катом его посмотрим. Если он не бинарный, конечно. Вот я командой кат смотрю конфигурационные файлы, и прекрасно какой-то конфигурационный файл мне под руку попался. И что там? О, пароль пользователя. Ну, конечно, легко сказать. А, ты знал, что знал, что этот конфигурационный файл, вот логин PHP, и там еще что-то. А почему этот файл, а почему не другой? Конечно, здесь много времени проходит, пока правильный файл PHP или конфигурационный файл вы нашли. Ну, а потом подключение по SSH, как мы на курсе используем, вот этот MOBA X терминал. Своему кали я подключился, и точно так же я к любому другому файлу могу подключаться. И я подключаюсь к этому компьютеру, LDAP User, я знаю его пароль. И вот мы получили флаг пользователя, вот мы там, как LDAP User, сидим, вот флаг. Флаг, отлично. Но задача из двух частей состоит. Во-первых, прокраситься на сервер как пользователь, а потом еще и привилегии поднять и скачать данные с рабочего стола администратора. Или в Линуксе у рута забрать что там есть. Что я там зашел, где тут моя видюшка, вот повысили привилегии, вот мы, вот как юзер посмотрели, что делать дальше. Хотим дальше двигаться, хотим контекст рута получить. Так всегда бывает в любой машине. Как правило, вы добрали, через какую-то уязвимость, и сидите там какой-то юзерок. И что теперь делать? Хотим рута. Ну, давайте перечисление. Надо смотреть, а что там от рута работает, а нет ли где тут чего интересного. И скрипки, которые помогают вам найти ошибку в конфигурации. Ну, если будете на ютюбе смотреть, посмотрите, видите, у нас семинар, он уже четвертый по счету. Мы уже три раза семинары проводили, а потом еще есть подготовительный семинар. Там базовые приемы, пентесты, веб-приложения. И вы там посмотрите, я вам детально рассказываю, как найти ошибку в конфигурации, что-то демонстрирую. Но у нас уже четвертая часть, уже это все не получится. Там уже совсем сложно. То есть я запускаю этот Linux Exploits Adgester, он говорит, не знаю, все пропатчено, все сконфигурировано секьюрно, сам разбирайся. Это сложная машина, на нее недаром все говорят, это вам не просто так, где вот CTF, это вот Ре, да, сложная, а CTF тоже сложная. Все говорят, что она вообще была очень сложная. И знаете, что там было? А там было вот что. Посмотрю, а там оказывается ханепот. Да, ханепоты мы проходили, проходили на курсе по защите от хакерских атак. Ну, у нас так бесплатно рекламный вебинар, и заодно мы смотрим не на то, как мы проходили машину, а где мы этому научились, откуда мы это знаем. Ну, защита от хакерских атак, что мы изучаем от основ до ханепотов. И где-то здесь наверняка у нас будет, давайте, система обнаружения вторжений, вот ханепот, на примере KF-сенсор, что такое ханепот, да, это приманка. И вот оказывается, у них тоже есть ханепот. И ханепот какой? Есть у нас тут какой-то каталог, ну, оплот, или еще как он будет называться. Если там что-то будет находиться, значит, какой-то хакер прокрался к нам на сервер, и туда что-то оплодит, пытается загрузить к нам на сервер свой дурацкий эксплойт. Вот в этот момент работает ханепот-шелл-скрипт, который все, что там в каталоге, аккуратненько архивирует, и все удаляет. Ну да, если присмотреться, когда вот только получили шелл, там была папка, оплот, если туда что-то заоплодить, ничего шелл не работает, а он и не должен работать, это был ханепот. А можем ли мы через этот ханепот повысить привилегии? Ну, конечно, мы можем, по крайней мере, мы можем посмотреть вот этот ханепот, что он делает, потому что от рута запускается, и у рута есть разрешение его запускать. И смотрю, действительно, каждую минуту или какое-то там время 10 архивов возникает. То есть он работает, наверное, где-то планировщик задач запускает этот ханепот. Вот. Смотрю, что в этом ханепоте, а там вот такие вот команды. Ну, конечно, можно вот так вот, где вот тут кат ханепот, и вот я детально вам рассказываю в своем прохождении, смотрите, что оно. Ну, давайте без всякого видео вот здесь можете посмотреть на этот код и сказать, ах, вот оно что, вот же она уязвимость. Вот через эту уязвимость ханепота мы и взломаем сервер. То есть они поставили ханепот, как будто вы утились от хакеров, а мы через этот ханепот веб-сайт взломаем. И вот, да, я действительно через этот ханепот взломал сайт. Давайте чуть-чуть-чуть-чуть-чуть поиграем. Вот сами подумайте, что здесь может быть такого, что приведет к повышению привилегий. Если, допустим, вы зашли как какой-то LDAP-юзер, посмотрели, вот он флаг. Потом осмотрелись, и видите, что где-то в каталоге бэкап лежит ханепот шелл. И там вот журнал с ошибками, бэкапы, бэкапы, бэкапы. Ну, вдруг кто заоплодит, там бэкапы откуда-то будут забираться. А вот код этого ханепот шелла. Вы скажете, что тут думать? Ты же нам сам красным цветом выделил, куда надо посмотреть. Что вот он удаляет все бэкапы, кроме последних десяти. Файлы получает вот html upload и их архивирует куда? Ну, естественно, вот они вот здесь лежат. Причем они лежат здесь в шифрованном виде. Берется содержимое файла root.txt, который нам нужен, из чего считается хэш, паролем, а они в шифрованном виде. Нам они и не нужны. Это данные ханепота. Да, 7zip их бэкапит. А потом еще и удаляют. А это, если ошибки в error log вот сюда, они будут валиться. И как повысить привилегии? Что делать? Если у вас спросить, что делать, что ответить? Коллеги, которые здесь собрались или слушают удаленное, напишите в чате или в комментариях, что делать в такой ситуации. Если вдруг вы открыли shell на сервер, видите вот такой вот скрипт и видите, что он тут что-то делает, как поступите? Скажите. Используется переменная пасса, если у нас пасса команда. Да, уже возникает идея, что какая-то переменная пасса используется, и пасса переменная содержит пароль, там три точки, да, что-то еще. И если бы там что-то было другое, хорошее направление. Но здесь две ошибки. Во-первых, переменная пасса нами никак не контролируется. Это пасс, который там, от имени рута запускается, который мы не контролируем. А во-вторых, это не концептуально. А что концептуально? Концептуально читать мануал. Вот, если вы чего-то не знаете, в линуксе есть команда MAN. Можно читать мануалы о чем угодно. MAN 7-zip. Что такое архиватор? Не знаю. Читай мануал, здесь все написано. Тут много чего написано. Ну а как же? Хакер это все прочитает, все выучит. Даже администратор, специалист все прочитает, все выучит. И здесь юмор в том, что достаточно вот этого вот прочитать с самого начала. И уже понятно, уже здесь можно понять идею, как можно повысить привилегии из этого скрипта. Сейчас не хотим глубоко в скрипт вгрызаться. Просто сама идея, что вот он архиватор что-то бэкапит, а вот он мануал. Что здесь прочитать? Знаете, минутку потратим и сами себе ответим. Вот допустим, вот здесь точно ответ. Здесь подчеркнуть, что дальше можно не читать. Я такую загадку приготовил и предлагаю подумать, чтобы вы понимали, что такое хакинг. Что с одной стороны хакинг это изучение всего, что только может быть. А с другой стороны ответ не во всем, что только может быть. А ответ в какой-то одной строчке может храниться. Вот мы мануал открываем. И что же здесь, что же здесь, что нам прочитать, что нам пригодится. Да, 7-zip, да, архиватор в винде, вот он тоже есть. Вот семинар, да, вот 7-zip, давай добавим к архиву. Да, вот он умеет все бэкапить. Ну, есть у него интерфейс командной строки. Вот из командной строки он делает. Ну, и что? Ну, в записи хорошо смотреть, да, сказать, ну-ка, я подумаю. Вот, ни слова больше. Я запись семинара на паузу. Я сейчас прочитаю мануал. Я сейчас скажу, что делать. Ну, сейчас я вам скажу, что я сделал. Все в чем заключается? В том, что есть возможность, видите, лист файл указывать. Видите, лист файл. Можно вот так вот через собачку указать файл. Внутри которого файлы, которые нужно бэкапить. Знали такую возможность, что можно что-то бэкапить через собачку? Нет, не шадоу. Шадоу это будет другая машинка. Но она есть. В первой строчке написано. И что я делаю? Я делаю им так. Ты откуда берешь что? Я все беру из файла оплот. Хорошо. Положи в оплот, вот в этот оплот, ссылку на файл root.txt, который я хочу прочитать. Да, он положит, но там sml параметр. Он с ярлыками работает как с ярлыками, не как с файлами. То есть он нам root.txt, который там лежит, не забэкапит. Но ярлык создать мы можем. Создали. LN это создать ярлык. А в Windows как создать ярлык из команды стреки, знаете? MakeLink есть команда. MakeLink или LNK. Создает символическую ссылку. А в Linux есть команда LN. Создает символическую ссылку. Ну где нас научат, что такое ярлыки, что такое ссылка, что такое LN. Это базовая основа администрирования. Вот мы создаем, во-первых, ссылку на нужный нам файл. А во-вторых, говорим, создай-ка файл и пусть будет собачка и root. Ну а что, мы не можем там такой файл создать? Мы можем. Мы же в AppLots. И что после этого произошло? После этого 7-Zip, вот этот вот, работает. Он говорит, ну-ка, все, что там вот есть, все. Главное, чтобы там было все бэкап. А вот этот вот собака root.txt файл воспринимает как что? Как список файлов, которые нужно забэкапить. А там у него готовая ссылка, которую мы создали, и доступ к которому файл мы не имеем. Но 7-Zip от кого запускается? Он же вот от root запускается. И у root доступ есть. И что происходит вот в этой команде? Она берет, пытается содержимое вот этого файла заархивировать. Там читает, как называется файл. Файл называется вот так. Ну, содержимое файла. Такого файла нет. И 7-Zip, вот этот Honeypot, в лог пишет информацию. Что, слушай, а нет такого файла? Ты что собираешься бэкапить? И вот вам, пожалуйста, да, вот неожиданность какая-то, да? Мы создали там ярлык и создали файл с собачкой. Присовываем это вот этому 7-Zip. 7-Zip смотрит, что тут. Собачка root. Ну-ка посмотрим, какие файлы надо бэкапить. Смотрит содержимое. И в логе нам пишет, нет такого файла. И вот содержимое файла root.txt в логах. А мы, мы командой tail постоянно следим за этим бэкап-эррор-логом. Если вот так не следить, если просто катом смотреть, нет. Потом будет все почищено, удалено. А если вот так следить, скрипт выполняется, файлы архивируются, в логе сообщения. Извините, не могу забэкапить файл с таким именем. А это что? Это содержимое файла root.txt. Пусть не shell, но с задачей справились. Вот он флаг. Отправляем. Нам слава и почем. Молодец. Машина взломана. Вот тебе топ-100, а то даже топ-10. Один из лучших катеров. Вот мы посмотрели, как мы прошли весь путь от анализа кода веб-приложения через LDAP-инъекцию до повышения привилегий. И повышение привилегий, видите как, да, через хани-под в этот раз случилось. То есть не как мы до этого, три семинара плюс подготовительный, я рассказывал, что это на ЦБИ или ошибка конфигурация. Здесь кто вам скажет, что оно так. Здесь только вот коды следовать, найти вот эту вот хитрую уязвимость и ее эксплуатировать. Ну, я не исключаю, что может быть где-то какая-то статья, кто-то это описывает, может быть оно где-то есть, да, может быть. Когда я проходил, я еще не знал, сам придумывал, но я не исключаю, что где-то этот эксплуат описан, тоже хорошо. Вот наш семинар, по плану, да, 45 минут длится. Мы посмотрели, как играется машина на платформе Hack the Box, и не так вот играется, как вот я показываю детально, с объяснением, тут ее часто только смотреть. А самые основные моменты почувствовали и увидели, как прохождение этого задания связано с курсами, которые мы проходим, с книжками, которые мы читаем. Может быть есть какие-то вопросы, сейчас хорошее время их задавать. Те, кто здесь в классе, пожалуйста, будем общаться. А если кто удаленно подключается, есть чат, есть вопросы, хорошее время это пообсуждать. Permissions для Error Log, разве нет для Error Log? Permissions для вот этого файла Error Log, да? Ну, а мы же видели их, Error Log, видите, какие разрешения? Да? RVX, RVX и Error Log мы могли читать. Ну, вы, конечно, вы говорите, сказать, а зачем это всем подряд читать журнал с ошибками? Да, я орут, мой ханик-код, дай-ка я его переконфигурирую в соответствии с лучшими традициями, с лучшими рекомендациями, которые мы проходили на курсе по защите от хайперских атак. Да, а вот чуть-чуть не уследили, вот дали разрешение читать, эксплойт сработает. Да, хорошее замечание, действительно, если бы здесь не было бы разрешения читать вот этот файл с логами, то и эксплойт бы усложнился. Разрешающие вопросы. Тех вопросов на семинаре не задать. Не задать их и на курсах, но мы остаемся на связи, мы остаемся ВКонтакте. Ну, центр специалист, видите, и семинары проводят, и вот заявка на участие в глобальных киберолимпийских играх, если хотите. Давайте попробуем сыграем, почему бы нет, может быть даже не то, что сыграем и выиграем, но мы весь август будем интенсивно готовиться под руководством опытного инструктора, будем собираться, задачи решать, здесь на повышенной сложности уровня задач киберолимпиады. Поготовимся, и эта подготовка всегда с нами все равно останется. И также всегда добро пожаловать и в центр, специалист, где мы собрались. И Сергей Клевогин, достаточно уникальное имя. Находите меня в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках. Добавляйте, друзья, будем на связи, будем ВКонтакте. Спасибо за участие в семинаре, спасибо за честь и доверие проводить ваше обучение. Всем успехов в применении знаний, навыков и успехов на пути этичного хакера. Вопрос о том, как участвовать в киберолимпиадах. Почему вы боитесь? Вот там заявка на участие, отправляйте, как вас зовут. Да, и все, это требование, это требование есть и канцел, которое проводят. А у нас менеджеры, директор, заявок много, формируется команда, команда шесть человеков. Утверждается состав, и мы говорим, вот у нас будет такой состав, вы включены в команду, давайте играйте с нами. Ну, если скажут, ну, извините, не получается в команду войти, ну... Это бесплатно, да? Да, это бесплатно. Мы сгораемся, мы играем, готовимся. Это вот как... надо же каких-то именных участия принимать, чтобы проявлять какую-то социальную активность. И время от времени специалист так делает, и мы бы и каждый год, может быть, играли. Но дело в том, что киберолимпиада, финал в Америке, в Вашингтон, а сейчас как там... Поэтому даже не заикались последние годы. Но в этот раз киберолимпиада, финал в Канаде, и это уже Канада, это не Америка. Ну, тоже далеко, но подготовиться почему бы нет. Ну, примерно, какой минимальный уровень? Ну, минимальный уровень, и вот какие у Вас сертификации, да, какие у Вас тренинги. Если Вы прошли курс по этичному хакингу, то, конечно, Вам интересно применить полученные знания. Ну, и специалисту интересно Вас еще лучше подготовить к этому. А если Вы не проходили курс по этичному хакингу, по защите от хакерских атак, наверное, Вам тяжело будет играть в киберолимпиаду. Там же задача вот такого уровня, который я сейчас показал. Вот, сайт взломаете. А как взломаете, если вот Вы не проходили курс по защите, не проходили курс по хакингу? Поэтому мы ожидаем, что выпускники курсов по информационной безопасности в команду войдут. А если просто прохожили мне без сертификации? Ничего страшного. Сертификация – это формальность. Если Вы у нас учили, мы все равно будем рассматривать. Все, я понимаю, что время есть, да? Да, время есть, но играем в сентябре. Весь август, интенсивно готовимся. Ну, сейчас конец июля, вот сейчас еще можно успевать, подавать заявку в команду. Ну, записывайте. Игры проходили к тому же сразу в команде в сентябре. Раньше игры проходили в три тура. И вот, как мы тут смотрели, да, тур первый выиграли, тур второй выиграли, тур третий выиграли. И в финал поехали в Вашингтон. Да, без полу-даленки. Вот так, удаленно, да. Да, вот первый тур выиграли, второй, третий, вот новости, вот мы примем, да, вот болеем за наше, вот наша команда центра, вот она выиграла тур, дальше идет. А сейчас же зайдите на сайт глобальных киберолимпийских игр. Один большой тур. Берем вот 20 часов, играем, кто выиграл, тот приглашается на финал. Ну, сейчас даже проще стало. Ну, в любом случае, у нас есть опыт игры, почему бы нам не поиграть, почему бы нам не подготовиться. Ну, это просто ивент, всегда это подготовка, события, ну, это тоже хорошо. Все, коньяк, спасибо. Хорошо. Ну, что ж, у нас как раз вечернее занятие, здесь наш семинар заканчивается, всем спасибо за участие, до свидания. Какая будет подготовка, да, мы договоримся, точно так же, либо сюда приходите, либо удаленно, полтора часа посидим, я скажу, ребята, по опыту могут быть такие задания, давайте порешаем. Что не можете, я вам подскажу. О, можете, молодцы, так и тренироваться. То есть, нам работу оставлять не придется? Нет, работу оставлять не придется, мы будем вечером тренироваться, может, в выходной какой-нибудь где-нибудь. Ага, окей, хорошо. Попробую подать. Ну, всегда добро пожаловать. До свидания. Еще не могу. Чемпотикликс может преподавать. Продолжение следует.